Слава Царь и Сына Святого Духа, ныне признам, и во веки веков. Аминь. Маленькую часовню в своем доме монах Серафим построил недавно. Он сутками уединенно молился за людей и за Россию. Неожиданно замироточила самая старая икона Симеона Верхотурского, которую батюшка нашел в заброшенном сарае. Акафистов очень много было прочитано, чтобы икона могла это замироточить, конечно. Образ, черты пошли уже на иконе, краски появились. Маслянистые пятна, капли и даже тонкие струйки появились и на других иконах. Пантелеймона Целителя, Богородицы, Святителя Николая. Причем большая часть икон на бумажной основе. Это вырезки из настенных календарей. Видим с этой стороны, как капельки на иконочке стекают. И обратная сторона иконочки. То же самое видим, что она полностью промокла от мира. Капли на иконах бесцветные, с сильным цветочным ароматом. Ученые по всему земному шару проводили эксперименты. Мира появляется не из иконы, а возникает на ней из ничего. По составу маслянистое вещество органического происхождения. Сейчас в домашней часовне отца Серафима мироточат семь икон. Уже появились первые случаи исцеления. Люди, прикоснувшись к маслянистой жидкости, выздоравливают за несколько дней. Селяне регулярно приходят в домашнюю церковь прикоснуться к иконам. У Виталия Машошина был инсульт. Говорит, паралич прошел, как только три раза пенсионера помазали чудесным мира. Я себя почувствовал лучше. А то у меня лицо было перекошено. Так кривило меня, глаза как-то выпучены были. А сейчас я восстановился, стало все нормально. К больным селянам, которые не могут дойти до иконы Семена Верхотурского, батюшка приходит сам. Капитолине Лебедевой собирает капельки мира для лечебных целей. Вера в женщине укрепилась. Когда я вот это мирами намочишь, и голова стихает, и вообще все, всему организму легче сделать. И вдохнешь легко. Религиозный философ и ученый Павел Флоренский писал, появление масла на иконе, когда из ничего образуется священная мира, нарушает абсолютно все законы природы. Это настоящее чудо, которое по определению противоречит науке. Как показывает мировая практика, в часовню должна прибыть специальная епархиальная комиссия для опроса свидетелей и осмотра иконы. Батюшка Серафим сообщил о чуде в Пермскую епархию. Но до сих пор к нему так никто не приехал. Юлия Долгова, Михаил Осейчик, Пермский край.